Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Последняя версия скайпа внесла некоторые изменения в контекстное меню проводника, а именно появилась строка поделиться в скайп. Многих пользователей эта функция попросту раздражает и они ищут как же можно от нее избавиться. Далее в видео я покажу как просто можно удалить этот пункт. Для того чтобы удалить указанный пункт контекстного меню потребуется воспользоваться редактором реестра. Жмем сочетание клавиш Windows Plus R и в окне «Выполнить» пишем RecEdit. В редакторе реестра переходим по такому пути hk classes root звездочка shell. Здесь ищем каталог char with skype. Для того чтобы убрать из контекстного меню проводника поделиться в skype нужно полностью удалить этот каталог. Жмем по нему правой кнопкой мыши «Удалить» и подтверждаем удаление. Если вы боитесь что удалите что-то лишнее сделайте экспорт файла реестра после чего вы сможете вернуть его исходное состояние. Для экспорта нажмите файл «Экспорт», укажите имя файла, путь его расположения и нажмите «Сохранить». Если вы вносите изменения только в этот каталог вы можете сохранить конкретную ветвь реестра. Поставьте здесь отметку на против выбранной ветвь. Удалив раздел «Шары в skype» пункт «Поделиться в skype» исчезнет из контекстного меню проводника. Если вы захотите вернуть его обратно импортируйте созданный файл реестра. «Файл», «Импорт» выберите нужный файл или же переустановите skype. Если после удаления он все еще отображается просто перезагрузите компьютер или перезапустите проводник. Для перезапуска проводника откройте диспетчер задач, выберите в списке «Проводник» и нажмите кнопку «Перезапустить». Как видите пункт пропал, но если кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, вызвав контекстное меню и нажать «Отправить» здесь также есть пункт скайпа. Чтобы удалить его тоже нужно отредактировать реестр. Открываем реестр. Переходим по пути hk-classesroot-shalex-context-menu-handles. Здесь нужно найти и удалить каталог Modern Sharing. После чего этот пункт исчезнет из контекстного меню. Если он не исчез, перезагрузите компьютер. Как видите довольно просто избавиться от этого пункта в контекстном меню. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok